Местное самоуправление в Котласе имеет глубокие исторические корни с момента его основания в 1917 году. Уже после февральской революции 1917 года в Котласе появляется первый представительный орган власти – Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. А в сентябре 1917 года избрана городская дума, которая, в отличие от совета, представляла интересы всех слоев населения. В годы советской власти функции, задачи и названия представительных органов власти неоднократно менялись. Но в их названии всегда сохранялось главное слово – Совет. В декабре 1996 года в соответствии с новой Конституцией Российской Федерации и с принятием Устава муниципального образования Котлас начал действовать новый представительный орган собрания депутатов муниципального образования Котлас. Город в те времена, впрочем, как и вся страна, не жил, выживал. Воды безденежья и безработицы, талоны на продукты и пустые полки в магазинах и мизерный городской бюджет. С такими реалиями столкнулись первые депутаты. Всего народных избранников было 20, как и округов. Всех выбрали путем голосования. Это были люди из разных областей. Действительно, срез общества. Десять бюджетников, трое сотрудников органов внутренних дел, шестеро от промышленных предприятий и работники транспортной сферы. Да, это было, конечно, очень непривычно. Но это было как-то торжественно, это было как-то величественно. И вот я сразу поняла, что я взяла на себя еще большую ответственность. Вот. Практически, ну, никто не знал. Первый СОЗов мы не знали. Я не знала, что такое бюджет. А я как раз пришел на работу, возглавил профсоюзную организацию железнодорожников с численностью членов профсоюза более 20 тысяч. Нас раньше называли государством государства. У нас все свое было. Школы, садики, и спорт, и культура. Ну, я к тому времени отработал в Лименде, 10 лет участвовал инспектором. Это моя родина, где я родился, вырос и познал свою родину изнутри, всю ее неприглядную часть. Люди, которые пришли в первый СОЗов, пришли не за властью, не на теплое место. Они пришли, объединив свои силы спасать город и людей, доведенных до отчаяния. И вот меня пригласили работники Котловского дома культуры, собрались в собрание, пригласили меня. Приехал я туда. Ну, надо сказать, что зарплата у них и так была, наверное, самая низкая у всех, даже бюджетников. И плюс еще задержка заработной платы. Вот они мне говорят, Антон, конечно, давай, организуем забастовку. В это время шли выступления шахтеров паркутинских, которые обеспечивали нас работой. Основной перевозкой угля были. Они перекрывали и железную дорогу, и касками стучали на Красной площади. Ну, вот я на все это посмотрел, посоветовался со своими коллегами, своими соратниками, что решать вопрос таким способом не самый лучший способ. Надо идти самим во власть, и то, что нам не нравится, надо исправлять таким образом. Очень много вопросов стояло по медицине, по образованию стояли вопросы, по жилью, по питанию, по пенсии. Вот не могу забыть фразу. Ольга Николаевна, вы должны идти в народ и объяснять пенсионерам, почему они не получают пенсии на протяжении полгода. Вот у меня это в голове никак не укладывалось, у меня язык не поворачивался. Если раньше Лиминда наполовину вымирала, на летний период, ну, такой термин – навигация. То есть навигация начиналась в конце апреля, заканчивалась в конце ноября. В рейс, как правило, ходили все семьи. К тому времени, к середине 90-х, уже этого не было. То есть пароходы перестали быть пароходами, стали теплоходы. Это привело, во-первых, к большому сокращению численности команд. И так было везде – в центре и на окраинах, в любой сфере. Председателем собрания, а также депутатом по округу номер 20 выбрали Александра Шашурина. Он же был в то время и главой Котласа, а также депутатом Архангельского областного собрания. В то время законодательство такой расклад позволяло. Самые частые записи в книге протоколов первого созыва – вопросы по заработной плате. Далее практически через одно. Снятие пени с задолженности по коммуналке, социальная поддержка малоимущих, предоставление льготных медикаментов, стоимость проезда. Средства изыскивались, распределялись и перераспределялись всеми правдами и неправдами. Свидетели и участники того, как город буквально вытягивали из застоя, отмечают большой вклад именно Александра Шашурина и его активную, порой очень жесткую позицию. Он приглашал предпринимателей на комиссию серьезную с участием правоохранительных органов, прокуратуры и проводил беседы. В результате этих бесед подвижка очень… Что за беседы? Какого плана? Ну, какого плана? Нарушение законодательства. Когда уходили от выплаты налогов, а у нас отчисления же на заработную плату бюджетников основан за счет этого, вот тогда появились подвижки. И в области наш город, наверное, один из первых, так сказать, показал положительные результаты в решении вот этой важной проблемы. Но действовали не только кнутом. Для малого бизнеса были введены понижающие коэффициенты и льготы. В муниципальную собственность были приняты многие учреждения социальной сферы, от которых отказались предприятия. Дома культуры в Котласе и в Очегодском, школы, детские сады. С последними вообще стала огромная проблема. Видите, тогда был кризис. Демографическая яма, как говорится, да, детей не было, а детские садики были. Вот, и пришлось их закрывать, чтобы сэкономить копейку в бюджете. Вот, и не одну. Детские садики хорошие, они закрывались один за одним. И чтобы они не ушли в чужие руки, чтобы не разбомбили, сохранить здание. Сложно представить, но именно в это сложнейшее время закладывается грандиозный стратегический объект – автомобильный мост через Северную Двину. В городе начинается строительство школы искусств «Гамма». Открывается муниципальная телерадиокомпания и котловский филиал АГТУ. Сейчас бы мы назвали это антикризисные меры. В то время это были небольшие, порой незаметные, но очень ощутимые шаги, которые позволили значительно оздоровить и стабилизировать ситуацию. Уже в 99-м году рост наблюдается в торговле и строительстве. Реально выросла заработная плата, сдерживается рост коммунальных тарифов. 2020 год Котлас встречал уже с новыми надеждами. Город оживал вместе со всей страной. Первые народные избранники свой гражданский долг выполнили. Для кого-то этот созыв станет первым и последним, для других впереди рисовались новые цели и новые испытания. Спасибо.